I am a rock Приветствую всех, вы на канале I am a rock и в этом видео я расскажу вам всё о модах для игры в Аботами Корпорейшн Как их устанавливать, что для этого нужно Какие бывают моды Какие моды чинят игру Какие облегчают, а какие изменяют и добавляют что-то новое Начнём, так сказать, с базы Base-мод Это первая и единственная вещь, которая нужна для установки модов Ну, конечно же, кроме игры и компьютера Скачать его и другие моды можно либо на Википедии по игре, либо на сайте Nexus На Nexus модов будет немного побольше Вот недавно вышел мод на жабку из Limbus Company Ну а Википедия есть на русском языке Что может быть для кого-то плюс Ссылки я оставлю в описании Base-мод добавляет в игру консольный разработчик с помощью которой можно всячески манипулировать игрой Список команд также можно найти на Вики А также позволяет устанавливать дальнейшие моды Как здесь написано Все, что нужно для установки Base-мода Это зайти в папку с данными игры и разархивировать данный файл лоботами CoreData заменной всех файлов Это работает идентично как на пиратке, так и на стимовской версии игры Если вы установили мод правильно То, во-первых, в левом верхнем углу у вас должны появиться вот эти надписи А также в настройках должна появиться отдельная строчка mods Где вы позже сможете посмотреть весь список установленных модов Все остальные моды устанавливаются путем разархивирования файла в папку Base-мод Ну и, пожалуй, первые моды, о которых я бы хотел сказать это моды Чинилы которые чинят нам корейский спагетти-код Начнем с одного из самых больных мест игры с оптимизации На некоторых моментах игра имеет привычку лагать даже на крутых компьютерах О более слабых не стоит даже говорить Этот мод действительно делает игру не такой лагучей и вы сможете наслаждаться игрой не понижая графику до уровня подавления ядра Ysoda Починка донров, как понятно из названия занимается тем, что чинит такие донры, как Юстиция, Золотая Лихорадка, Измельчитель версия 4, Медвежья Лапа, Раскаяние и Кровавое Желание Первые пять дают бонусы к работе, которые без данного мода не работают Ну а у Кровавого Желания в игре неправильное описание и цифры Следом идет починенное исследование Хесада Улучшение ХП и СП пуль должно, как понятно из названия, усиливать их эффект, повышая эффективность почти в два раза Однако в игре оно не делает ничего Этот мод просто чинит это улучшение, что сделает игру немного проще Ну и на самом деле, по модам, которые чинят игру, это все Несмотря на то, что в ней все еще довольно много багов Тем не менее, я считаю, что на этом не стоит останавливаться А лучше накатить еще немного модов Первый мод заменяет весь шрифт в игре на шрифт на Вестер В игре шрифт довольно тонкий и порой он кривой Поэтому этот вообще во всем лучше Следом хочется упомянуть мод на Лист Сотрудников Функцию, которая, как во мне, должна была быть в игре изначально Во время жесткого подавления часто приходится проверять ХП своих сотрудников А нормально сделать это можно только, начав выбирать работу Аномалии Этот мод позволяет делать это просто нажатием кнопки ТАП При этом вы не должны быть на паузе Хотя само меню можно потом просматривать на паузе Также меню не откроется, если при этом у вас уже открыта какая-то менюшка Например, выбор работы Бесконечная работа позволит выбрать тип работы Выполнив которую Аномалии Работник после первой же возможности отправится выполнять ее снова Стоит обращать внимание на то, что некоторые Аномалии не любят Когда к ним два раза подряд Отправляют одного и того же сотрудника или на одну или ту же работу Да и вообще, шанс успешной работы у ВАВов и Альфов понижается Так что имейте это в уме, когда будете отправлять сотрудника на какую-либо работу Сделать это можно, если при выборе работы нажать Shift Отключить это можно также, если во время нажатия кнопки Shift Отправить сотрудника на другую работу или же просто в какую-либо комнату Посылка без отмены Это нереально удобный мод Он позволяет управлять группой агентов, не выделяя их при этом каждый божий раз Лучшая вещь на подавлениях, рекомендую всем Моды на бесплатную кастомизацию сотрудников и на пересоздание сотрудников после их найма К сожалению, ломают друг друга и стоимость никуда не уходит Поэтому выбирайте сами, какой вам нужен Если вы накопили лоб очки и хотите приукрасить старых агентов, то скачивайте на пересоздание Имейте ввиду, что имена им изменить не выйдет, они будут каждый раз сбрасываться Ну, а если лоб очков у вас с самого начала не было много, то скачивайте на бесплатное изменение внешности Мод на управление клерками позволяет отправлять клерков от дела в определенную комнату Что сильно помогает при работе с аномалиями, такими как тающая любовь Ну или же просто помогает не дать клеркам умереть, а какую-нибудь тупую аномалию При нажатии кнопки С и дальнейшем нажатии левой кнопки мыши Вы сможете отправлять клерков в комнату от дела Имейте ввиду, что они не будут оставаться там вечно А через какое-то время опять пойдут по своим делам Мод довольно кривой и багмут Один раз у меня была ситуация, во время которой мои агенты превратились в клерков И на протяжении дня считались мертвыми Удаление мода вернуло их, однако эпос я весь просрал Этот мод я, если честно, не особо рекомендую Если вы хотите выйти на тру-концовку А для чего вам надо собрать стопроцентную ассоциацию аномалий Я настоятельно рекомендую мод на бесконечную замену аномалий Как понятно из названия, он позволяет бесконечно заменять аномалии Благодаря чему вам не придется по многу-многу раз перезапускать комплекс Для того, чтобы получить недостающие аномалии Тем не менее, для того, чтобы получить эту функцию Вам все еще придется изучить проект или экстракции убины Если вам надоело смотреть, как агенты топают от одного этажа центрального отдела контроля До другого примерно 3 часа То я рекомендую мод, который добавляет невидимые лифты между этими этажами С помощью этого мода перемещение между этажами станет примерно раз в 200 быстрее Однако, стоит также иметь в виду, что аномалии также могут пользоваться этими лифтами Этот мод определенно делает тру легче Поэтому устанавливать его или нет, решайте уже вы Мода на повышенные шансы эпосдара И стопроцентные шансы эпосдара, как понятно из названия, повышают ваши шансы получить эпосдар Мод на стопроцентные шансы эпосдара, как понятно, делает так, что после каждой выполненной работы Сотрудник будет получать эпосдар аномалия Как по мне, этот мод делает игру слишком простой И я пользуюсь им только для этого видео Мод на повышенные шансы эпосдара же работает интересно Каждый раз выполняя хорошую работу аномалии, шанс выпадения эпосдара будет повышаться И так до тех пор, пока эпосдар вам не выпадет Когда же эпосдар вам выпадет, шансы снова станут обычными У меня в игре активно усиление пины на шанс выпадения дара Мод на детализированную информацию невероятно удобен Я рекомендую его вообще всем Он показывает скорость и дальность атаки оружия в цифрах А также показывает хп и шанс успешной работы у аномалия Тем не менее, мод не будет работать, если вы еще не изучили худ у сифир А также он не будет работать на подавление до амалу Также он показывает, сколько статов сотрудник получил за день Если вы также привязываетесь к своим сотрудникам, как я То скачивайте мод сотрудники на постоянной основе Благодаря нему, после отката до первого дня У вас останутся все сотрудники Это может звучать имбалансно, но на самом деле Особо мод ничего не меняет Поскольку без этого мода эпос все равно остается А он не менее важен, чем сотрудники Теперь перейдем к модам, которые добавляют что-то новое Или же меняют игровой процесс В общей сумме эти моды делают игру намного сложнее Первый мод заставит вас в начале дня выбирать сразу две аномалии Что интересно, так это что здесь нет никаких ограничений И вашей самой первой аномалией вполне сможет стать Алиф Таким образом, в отделе контроля у вас будет 8 аномалий В информационном тоже В боковых отделах будет по 6 аномалий Но в центральном отделе контроля будет аж 16 Вы даже не сможете иметь столько сотрудников, чтобы одновременно работать со всеми этими аномалиями Можете в принципе скачать этот мод, если хотите как можно быстрее закончить диссоциацией аномалий Также предупреждаю, что мод вызывает сильные лаги Если у вас, как у меня, слабый компьютер Из модов на новые аномалии Есть те, которые добавляют вырезанные аномалии из Legacy версии игры А также мод Wonderland на аномалии из комикса Если установить их все, то в сумме у вас будет где-то 20 новых аномалий Каждая из которых имеет свои уникальные фишки А некоторые из которых очень сложные в содержании Если вы уже прошли игру и хотите получить от нее новых ощущений То накрутите этих модов Начните новый сейв И страдайте как в первый раз Мод Wonderland довольно багнутый В частности, аномалии при побеге ведут себя довольно тупо Однако разработчик обещает починить их уже который год В любом случае, на пару вечеров прохождения это особо не повлияет Отдельно про каждую аномалию я распоряться не буду Хотя может быть когда-нибудь у меня дойдут до этого руки Отдельно хочу сказать, что основив этот мод У меня из комплекса пропали все аномалии Обнулилась диссоциация А также стало невозможным начать игру сначала Слизняка не рекомендую никому Мод на басраж и кайза меняют игру кардинально В случае басража у вас каждый раз будут добавляться какие-то испытания А кайза это термин использующийся для очень-очень-очень усложненной игры Басраж работает нормально А вот у кайза Мало того, что довольно сложный способ установки Так еще и мод заброшен Так что можете его скачать только ради ознакомления Фух, в общем-то на этом у меня все Я не стану разбирать моды, которые просто добавляют бесконечность пуль или лоб очков. Их и сами можете посмотреть на википедии. Все ссылки на моды, как я уже сказал, будут в описании. Также я планирую запустить рубрику «Котноры буду разбирать все аномалии в игре Lobotomy Corporation». Если вам понравилось это видео, можете посмотреть и их. В этих видео я и буду разбирать моды, которые относятся только к одной аномалии, поскольку так они, как по мне, внимания не стоят. Ну, а на этом у меня все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok